Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои любимые зрители! Вы наверняка помните, как ещё совсем недавно я расстраивалась, что спектакли, на которые у меня были билеты в Геликон-оперу, отменили в связи с вирусом. Но, к своему счастью, некоторые из них теперь можно посмотреть и послушать онлайн. И, кстати, они стали доступны для всех вас. Просто найдите на ютубе канал Геликон-опера. Смотрите и наслаждайтесь. Сейчас можно послушать оперы Садко, Орландо, Золотой петушок. И особенно меня радует, что стали доступны интереснейшие лекции Дины Кирнарской об опере. Я не попала на оперу Набука, но зато узнала историю этой оперы и версию Верди. Лекция так и называется «Геврейский вопрос». За 600 лет до Рождества Христова Вавилонский царь Навуходоносор, в опереверде его называют Набука, жёл до тла древний Иерусалим, угнал в плен уцелевших жителей, сея повсюду смерть и разрушение. Однако жители древней Иудеи восстали, сокрушили неприятие и вернулись на землю предков. Такова библейская версия событий, взятая за основу композиторам. В самом деле, сколько народов и государств похоронено в глубинных веков? И где теперь ассирийцы, вавилоняне, древние египтяне, нубийцы, финикийцы, да и даже древние греки? Потомки греков и египтян лишь отдалённо напоминают своих легендарных сородичей, утратив их язык, религию, культуру и обычаи. Лишь современные евреи, потомки древних жителей Иудеи, сумели сохраниться, выстоять и пронести через века свою веру и возродить язык вопреки жизни в рассеянии, гонениям и лишениям, которые обрушились на них. Более того, многие представители этого древнего народа очень и очень успешны. Так как же евреям это удалось? Почему, будучи зачастую отверженными, встречая на своём многовековом пути препоны и препятствия самого разного рода, они тем не менее становились учёными и артистами, финансистами и бизнесменами, писателями и даже вы начальниками? В опере «Наука» Верди предлагает свой ответ на этот извечный еврейский вопрос. Его-то мы и сможем раскрыть, слушая лекции Дины Кернарской. Но сегодня вы услышите небольшие фрагменты лекции Дины Кернарской об опере «Орландо» Генделя, чтобы вы сами убедились, насколько они интересны, и чтобы вам захотелось их слушать и слушать. Итак, я вас, вам предлагаю послушать, а я с вами прощаюсь. До следующего видео, дорогие друзья! Немец по рождению и воспитанию Генделя нашёл в Англии, в стране, нарождающихся политических свобод и растущего капитализма, свою новую родину. Генделя и буржуаз на Англии духовно совпали и поняли друг друга. Успех его музыки до сих пор можно считать беспрецедентным. В 1738 году ему был воздвигнут памятник при жизни. Как ему это удалось? Какие мотивы, заключённые в его творчестве, стали так созвучны новой эпохи? Почему и теперь в музыке и жизни Генделя мы можем подчеркнуть советы, позволяющие нам добиться счастья и процветания? Спасибо, что вы пришли. Интересуйтесь искусством, музыкой, оперой и всем остальным. Значит, мы с вами сегодня говорим о Генделе. Даже, видите, я вам год жизни не написала. Как само собой вроде. 1685-1759, я уже по Баху. Они родились, как вы знаете, в один год, Бах и Генделе. И, соответственно, Генделе прожил чуть-чуть больше. Почему мы так вот назвали этот самый опус, что правила жизни музыки? Два соображения. Первое вот какое. Гендель, как вы знаете, он прожил большую часть своей жизни в Англии. То есть прямо как тянула его судьба в буржуазные условия. Потому что это был человек эпохи капитализма, эпохи его становления. Какой, это мы можем сами сказать, какой, вот если мы скажем, человек, становления эпохи капитализма? Энергичный, дельный, которого просто так выбить из седла нельзя, который всегда поднимается, если даже слегка споткнулся или даже упал, который верит в свою звезду и работает, работает, работает. И второе соображение, что он, естественно, вложил то, что он сделал сам в жизни, и кем он стал, вложил это в свою музыку. Знаете, как иногда говорят, стиль – это человек. И это совершенно верно. То есть давайте тройственное равенство сделаем. Человек – это эпоха, потому что каждого из нас формирует время. Что у всех успехов? Положительное умонастроение. У Генделя оно всегда было. Он был в духе. Почему он хорошо кушал? У него был хороший аппетит. Потому что он был в прекраснейшем настроении. Никаких депрессий, каких-то меланхолий, ничего этого не было. Он был благодарен Господу за все и за свой гений, и за тех людей, которые были рядом, и за то, что многое удается. И вот эта радость просто обрушивается на вас и из его опер, и из его ораторий. И если вам, вот я хочу вам посоветовать, предстоит что-то важное. Экзамен, интервью для приема на работу. Какая-то важная жизненная ситуация. Гендель – сильное средство. Им нельзя пользоваться каждый день. Нельзя держать его как фон. Иначе, когда надо, знаете, как антибиотик, он не поможет. Когда будет надо, он не поможет. Надо пользоваться Генделем в важных ситуациях. Я уже сказала, в каких. Вот вам предстоит что-то важное. Важная командировка, важное выступление, экзамен, что-то такое. Что мы делаем? Мы ставим Генделем. Что у вас есть? Не важно что. Что вам хочется, что нравится. И пусть звучит. За сутки до события. Это уже проверяли умные люди. За сутки до события. Включаем Генделя и слушаем, 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 кушаем под него, спим под него. Пусть он вас пропитывает своей гигантской силой, своей огромнейшей энергией, своим оптимизмом, своей силой духа. Это непременно случится. Вот примерно вот такое. Это уже последний опус я вам показываю. Радость, которая сочится из всех пор, которая изливается из каждой ноты. Вот это радость и сила совершенно невероятные. Их нельзя не почувствовать, когда вы слушаете Генделя. Вот этот хор не аллилуйя, но почти. Послушайте генетарию. Генделя и слушаем Генделя и слушаем Генделя. Генделя и слушаем Генделя и слушаем Генделя. Вот это такое, как говорится, таблетка от всего. Лекарство от печали, от меланхолии, от неуверенности в себе. Это человек, который все прошел, всего добился и теперь может нам отдать свои мысли и свой гений. Спасибо вам большое.